Сейчас иммунитет в нашем подрастающем поколении, иммунитет против этой грязи. Кто мешает на виду Иисуса произнести от всей души, с вниманием, только наша венность? Первым признаком начинающегося здравия души является, наконец, видение своей греховности, которая в нас, естественно, есть, сам дрянь-дрянь, а все твердит, я не такой, как прочие люди. Нравственный закон взаимной любви – вот что делает человека причастником церкви, ее членом. Часто родители задают один самый простой вопрос, откуда Бог взялся. Понятно, что мы объяснили, что Богу всегда есть и будет, не было ни начала, ни будет ни конца. И бывает вопрос, дальше следует, как Бог мог родить Сына, предмечательно, Христом создал мир, а потом и Духом содержится весь этот мир. Но порой бывает очень трудно ребенку объяснить. Да, я помню, что где-то в предыдущем перевоплощении я тоже был ребенком. Да. А вот в этом уже даже не помню, каким я был. Поэтому здесь надо действительно как-то проникнуться в психологии ребенка, чтобы попытаться ответить на его языке, на такие вопросы. Ну, в отношении того, откуда же Бог взялся. Ну, вот попытаться, может быть, здесь сказать так, но в конце-то хорошо. Ну, вот я отвечаю, откуда Бог взялся. Вот оттуда, например. Из какой-то, из пустоты. Ну, он спросит, а пустота откуда? Пустота, ну, из темноты. А темнота откуда? Я говорю, теперь ты понял. Если только мы начнем такой вот, такой вопрос, то конца не будет. Ты же сам видишь конца. Потому что к любому другому концу ты можешь поставить вопрос. А это откуда? И так без конца? То есть ты задал какой же вопрос? Который не имеет конца. Да? Понял? Тогда без конца будет. Вот в таком случае понимаешь, что это бессмысленно. Правда же? Ну, тогда давай с тобой поговорим иначе. Тогда, значит, должен быть где-то что-то, мы должны в конце-когда сказать. Вот всё, это начало. Или без конца, и тогда всё бессмысленно. Или должны остановиться. И на чём же остановиться? Ну, вот. Ну, вот человечество и остановилось на том, сказал, этим началом, за которым уже нет ничего, этим началом является вот он, Бог, от которого всё. Это и есть начало. Вот так. Вот откуда он взялся. Вот эта мысль понятна. Иначе, в противном случае будет цепочка бесконечная. Ну, всё, что угодно можно сказать. Откуда это, откуда это, откуда это, и всё. То есть это называется дурная бесконечность. Я думаю, что это будет понятно всё-таки. Если вот так мы представим. Ну, а если коснуться второго вопроса, как это он родил, и когда родил сына, и прочее, то насчёт этого надо встречный вопрос задать. А у тебя мысль-то когда рождается? Когда, как она родилась-то? Ну, ты думаешь? Думаю. Ну, и откуда она у тебя? Знаешь, откуда? От ума. Если бы не было ума, не было у тебя и мысли. Газа ум и мысль – сын. То, что христианцы называют сыном. Ещё раз повторяю, объяснить надо. То, что христианцы называют сыном Божьим – это есть логос. Ну, логос – это уж, так сказать, если хотите объяснить, это слишком сложно. Это и есть мысль. Вот эта мысль – мысль ума. Так? Мысль – есть что такое? Порождение ума. Это и есть сын во мне. Это рождение моего ума. Вот что это такое. Так вот, также и сын Божий – это и есть мысль Отца, который нераздельно, как мы уже с вами говорили, ум от мысли нераздельен. И мысль от ума. Нет их, нет их, не существует самих по себе. Это нераздельность. Где ум, там мысль. Где мысль, там ум. Высказал человек мысль, говорю, ну и дурак же. А это, ой, как умно сказал. Слышите? Сказал умно. Слышите? Какое единение-то? Сказал слово и ум, как и нераздельно. То же самое и в отношении духа. То же самое в отношении духа. То есть можно по-разному произнести одну и ту же мысль. Одну и ту же мысль. Маменька скажет там сыночку, ой, ну дурак же ты какой. И он нисколько не обидится. А скажет, ну дурак. Я дурак. Вы слышите духа. Вы слышите? Слова одни и те же. Ты дурак. Одни слова с любовью. Дух-то какой. И никакой обиды. И другое страшное оскорбление. Я дурак. Ты сам дурак. Слышите? Дух-то что такое? Поняли? А ну он первым.